Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и тема нашего сегодняшнего ролика это освещенность поверхности. И этот ролик, конечно, естественно, начать с определения, сказать, что освещенность это световая энергия, которая падает на единицу площади поверхности за единицу времени. Правда, сами единицы, которые применяются в системе Си, они довольно хитрые, называются они люксы. И о том, как они определяются, мы поговорим во второй половине ролика, а начнем мы его с простых физических опытов. И вот я беру в руки фонарик, включаю его и направляю на экран за своей спиной. И когда фонарик находится близко к экрану, пятно небольшое, но очень яркое. А когда фонарик удаляется от экрана, пятно увеличивается в размерах, но становится не таким освещенным. И понятное дело, что фонарик излучает одну и ту же световую энергию, только эта энергия приходится на разные площади. И тем самым в результате освещенность поверхности, на которую направлен источник света, зависит от расстояния между этим источником и поверхностью. Рассмотрим источник, свет от которого равномерно расходится во все стороны. Через любую сферическую поверхность с центром в этом источнике за единицу времени будет проходить одна и та же световая энергия. Но площадь сферы растет пропорционально квадрату ее радиуса. Поэтому освещенность, энергия за единицу времени на единицу площади, будет убывать обратно пропорционально квадрату расстояния от источника. И мы сейчас проверим это на опыте. И с этой целью я собрал вот такую установку. Здесь у меня имеется источник света, лампочка внутри вот этой коробки. Напротив нее стоит датчик уровня освещенности. Расстояние от лампочки до окошка датчика сейчас составляет 8 сантиметров. А датчик установлен на платформу, соединенную с датчиком перемещения. И дальше я буду перемещать всю эту систему, отодвигать от лампочки. И смотреть, как будет уменьшаться освещенность площадки. Но понятное дело, что все это я буду делать в темноте. И у меня получился вот такой график зависимости освещенности от расстояния. Видно, что освещенность убывает с расстоянием очень быстро. Подгоняю обратную квадратичную зависимость. Эта синяя линия во всем диапазоне измерения ложится прямо под экспериментальные точки. Так что мы увидим, насколько хорошо теория подтверждается экспериментом. А теперь мы двинемся дальше и рассмотрим еще один параметр, от которого зависит освещенность поверхности данным источником света. И это угол, под которым свет падает на эту поверхность. Когда свет падает перпендикулярно поверхности, пятно освещения достаточно яркое. Но теперь я разворачиваю эту же поверхность под все большим углом к направлению лучей от источника. И пятно становится все бледнее и бледнее. Потому что теперь тот же самый свет распределяется на существенно большую площадь. Пусть пучок света сначала падал перпендикулярно на площадку, ширину которой мы обозначим через А. А теперь мы направим этот же пучок на наклонную площадку. И угол падения, а это угол между направлением лучей и нормалью к площадке, обозначим через альфа. В нашем треугольнике угол альфа находится здесь. И поэтому ширина наклонной площадки теперь равна А поделить на косинус альфа. Получается, что если площадь светового пятна при падении под прямым углом была С0, то теперь она стала равна С0 поделить на косинус альфа. Площадь увеличилась, поэтому освещенность уменьшилась. Если раньше она была равна Е0, то теперь она стала равна Е0 умножить на косинус альфа. Установка для выполнения этого эксперимента устроена схожим образом. Только здесь я поставил фонарик, чтобы расстояние между источником света и датчиком освещенности было побольше. А датчик теперь стоит на оси и на датчике поворота. И я буду вращать его вот таким образом. Но только, конечно, делать это я буду в темноте. И вот какой график зависимости освещенности от угла поворота у меня получился. Наложим на него график косинуса. Согласие в целом неплохое, но есть и кое-какие завалы. Все-таки этот датчик для измерения освещенности при больших углах падения не предназначен. И раз уж мы заговорили про наклонное падение световых лучей на поверхность, то здесь, конечно, стоит упомянуть и климатические пояса на Земле, и времена года. Но у нас про них есть отдельный ролик, ссылочка будет внизу. А сюда я вставлю отрывок из нашего старого-старого ролика. Еще в том нашем давнем стиле. И пусть он здесь будет как память. Солнечные лучи падают в разных климатических поясах земного шара под разным углом к вертикали. Это приводит к тому, что на экваторе жарко, в средних широтах температура умеренная, а на полюсах холодно. Но это еще не все. На самом деле земная ось наклонена по отношению к плоскости земной орбиты. Этот наклон вызывает смену времен года. В этом положении в северном полушарии солнце в полдень стоит высоко над головой, и здесь сейчас лето. А в южном полушарии солнце поднимается низко над горизонтом, здесь сейчас зима. На северном полюсе сейчас полярный день, который длится полгода, а на южном полюсе полярная ночь. А через 6 месяцев все переменится, и в северном полушарии будет зима, а в южном лето. А теперь мы поговорим о фотометрических или световых единицах. И я начну с такой единицы, как одна кандела. Это единица силы света. Я зажигаю свечу. И кандела в переводе с латыни на русский это просто свеча. И вот когда-то в качестве единицы силы света была принята сила света некоторой стандартной свечи. Но я сомневаюсь, что моя свеча стандартная. Но представление о том, что такое одна свеча, вы тем самым можете получить. А теперь я еще зажгу лампочку электрическую. Это лампа накаливания мощностью в 100 ватт. И ее сила света в 100 раз больше, чем сила света у одной такой свечки. Можно одной лампочкой 100 свечек заменить. И это означает, что опять же приближенно каждый ватт в лампе накаливания, когда она работает в своих стандартных условиях. Каждый ватт производит силу света в одну канделу. Теперь у нас появляется единица светового потока, которая называется люмен. Возьмем источник света силой в одну канделу, и пусть он равномерно посылает свет во все стороны. Тогда, говоря, что этот источник создает световой поток 4π люмена. 4π здесь появляется, потому что площадь поверхности сферы равна 4πr в квадрате. И этот световой поток будет одним и тем же для любой замкнутой поверхности, охватывающей наш источник. А теперь посмотрим на эту светодиодную лампу. Здесь на упаковке написано, что ее световой поток составляет 2425 люмен. Ну, мы знаем, как это пересчитать силу света в канделы. Надо поделить на 4π. Я делю на 4π и получаю 192 канделы. Ну, по этой логике, если бы это была не светодиодная лампа, а лампа накаливания, у нее была бы мощность 192 ватта. Но здесь написано, что эта лампочка в 25 ватт, эквивалентна лампе накаливания в 225 ватт, не 122. Но тут есть тонкости разные. Дело в том, что она все-таки светит не во все стороны. И поэтому неполная сфера ее охватывает. С этой стороны свет не проходит. Но, тем не менее, мы по принципу понимаем, как одно пересчитывается в другое. И вот мы добрались до единицы освещенности, которая называется люкс. Опять возьмем источник света силой в одну канделу, чтобы он равномерно посылал свет во все стороны. На расстоянии одного метра от него поставим поверхность, на которую световые лучи от этого источника будут падать под прямым углом. И говорят, что освещенность этой поверхности будет равна одному люксу. По-хорошему, теперь надо поговорить еще и про норму освещенности. Но наш канал, он все-таки про физику. Я надеюсь, что то, что здесь было рассказано, поможет вам, если вам придется разбираться и с этими нормами. А сейчас пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. И спасибо вам большое за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!